Продолжение следует... И что он погребен был, и что воскрес третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели по тестам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я, наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их трудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. И так я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. В сегодняшнем апостольском чтении, святой апостол Павел, рассуждая о своем служении на поприще проповеди Евангелия, говорит следующее. «Благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Святитель Кирилл Александрийский в одном из своих поучений замечает, «Господь вкладывает в каждого человека частичку самого себя, свой образ, и каждый получает от него божественных даров ровно столько, сколько сможет освоить и приумножить. Все то, что мы имеем, ум, здоровье, силы, другие дарования, не наши по природе, все это дано нам Богом». Это Его таланты, данные нам на время. В то же время эти дары даны нам не только для нас самих. Они должны быть использованы нами не только для наших благ, но и во благо окружающих нас людей. Преподобный Саравим Саровский говорит, что цель человеческой жизни состоит в обретении благодати Божией, которые мы должны приобретать, подобно тому, как купцы приобретают те или иные редкие товары. Но Бог не принуждает нас умножать или развивать в себе Его дары. Пример тому – притча о талантах. Каждый из нас на протяжении жизни абсолютно свободен в пользовании своими талантами. Мы их можем либо умножать, либо зарывать в земле. Все то, что мы можем сделать и делаем доброе – это все проявления в нас и через нас всемогущей силы Божьей. Именно поэтому святой апостол Павел, говоря о своих апостольских подвигах и сравнивая себя с другими апостолами, пишет «Я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Объясняя эти слова, блаженный Августин говорит, «Апостол Павел трудился не для того, чтобы обрести благодать, а, напротив, получил благодать, чтобы трудиться». А что такое благодать Божья? Это что-то несвойственное для нас, что-то постороннее для нас, или все же то, без чего мы не сможем обойтись. Святитель Афанасий Великий утверждает, «Человек в силу своего первоначального падения не может спастись собственными силами. Для этого ему необходима особая помощь свыше – благодать Бога». Приведенные слова Александрийского святителя нужно понимать следующим образом. Грехом человек отделил себя от Бога. Из-за грехопадения сама человеческая природа стала, по словам святых отцов, удобопоползновенной козлу. Если до грехопадения человек видел смысл жизни в общении с Богом, то после он пытается скрыться от своего Творца. Таким образом, сам человек никогда не смог бы исправить свое положение – это мог сделать только Бог. И потому сам Господь решает стать человеком, чтобы восстановить утраченную связь и единство между Богом и людьми. Каким образом он это делает? Посредством воплощения, смерти и воскресения. Но если спасение человеческой природы совершено жертвой Христа, какое это отношение имеет к нам? По словам апостола Павла, то, что произошло со Христом, распространяется на всех представителей человеческого рода. Ведь Бог нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом и воскресил с Ним. Один современный богослов пишет, «Весь подвиг Христа связан с одной конечной целью, ради которой, собственно, и был создан человек – единством человека с Богом». И если такое единство совершилось в лице Сына Божия через Его воплощение, то нужно, чтобы оно совершилось и в каждой человеческой личности, чтобы каждый из нас стал Богом по благодати. Земная жизнь Господа Иисуса Христа уже была освящением этого мира. Живя на земле, Господь осветил своим присутствием человеческую природу в целом. Чем? Тем, что воспринял человеческую душу и тело. Но в полной мере освящение человечества совершилось в сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы. Именно Дух Святой, принося нам благодать, таким образом является той силой, которая усваивает нам плоды спасительного подвига Христа. Таким образом, благодать – это та особая нетварная божественная сила, посредством которой Бог усваивает нам плоды искупления Христова. А каким образом благодать действует в жизни человека? Благодать действует на человека совместно с естественными силами, возможностями самой человеческой природы и не может рассматриваться как некое магическое дополнение к его способностям. В то же время, благодать не меняет самой природы человека, но преображает способ ее существования. Благодать сопровождает человека на всем пути его духовной жизни. Сначала она призывает человека к принятию христианства. Это может происходить различными способами – через особые внутренние чувства, через чудеса, через знакомых. Но обязательно сначала бывает особый призыв Божий. Христос так и говорит – «Никто не может прийти ко Мне, если не прилечет Его Отец». После призыва благодать возрождает человека, который решил следовать за Христом в таинстве крещения. В крещении человек получает разрешение от грехов, но при этом последствия природного греха над человеком продолжают тяготеть. Это выражается в склонности ко греху. Но в то же время человек получает благодать бороться с такой склонностью. Именно поэтому после крещения предчеловеком стоит задача победить в самом себе склонность ко греху. И такая победа становится возможной только благодаря благодати Божией. Следовательно, все, что призывает человека к единению со Христом, все, что ведет его к покаянию и изменению жизни, все это – проявление не одних личных усилий человека, но есть следствие особой благодати Божией. А значит, и все, что мы совершаем, не должно привести нас к самовоспалению, ведь все наши достижения – это плоды благодати Божией. Блаженный Феофилак Болгарский так и говорит, «То, что я потрудился, это не мое личное достижение, не мое совершенство, но дело благодати Божией. Поэтому мы не должны унижать тех, кто, как нам кажется, имеет меньше талантов или вообще не имеет таковых. Наши таланты – это ничто иное, как проявление Божьего промысла, который мы не способны постичь. И единственное, что от нас требуется, это развивать эти таланты и направлять их на служение Богу и людям. Мы должны помнить, что Бог никого никогда не лишает своих даров. Если человек готов принести все, что ему дано Богом, и даже свою жизнь в жертву служения заповедям Божьим, Господь обязательно умножит таланты такого человека. И такой человек сможет сделать даже то, что ранее ему казалось невозможным, ведь сам Бог будет ему помогать. И наоборот, если человек будет считать, что Бог его чем-то обидел, чем-то урезал, такой человек никогда не увидит и того, что реально ему принадлежит. Господь всегда будет помогать нам в добрых делах, но если мы перестанем заботиться об умножении его даров, он может отобрать их в любой момент. И именно поэтому мы должны просить Бога, чтобы он никогда не оставлял нас своей благодатью, но впредь продолжал давать нам возможность раскрывать в нашей жизни его дары через служение Богу и людям.